Омнамо Бхагавате Васудевая. Омнамо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы прочитаем 16 текст 15 главы 3-й песни Шумат Бхагаватам. Глава называется «Описание Царства Бога». Итак, текст 16. Перевод. «На планетах Вайкунхи растут благодатные леса, все деревья, в которых это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунхи все имеет духовную и личностную природу». Комментарий Шилу Прабхупады. Земля, деревья, плоды, цветы, коровы – все на планетах Вайкунхи имеет духовную и личностную природу. Все деревья растущие там – это деревья желаний. «На нашей материальной планете деревья цветут и плодоносят, повинуя законам материальной энергии, но на планетах Вайкунхи земля, деревья, люди и животные – духовные». Там нет разницы между деревом и животным, или животным и человеком. Употребленное здесь слово «муртимат» указывает на то, что все на планетах Вайкунхи имеет духовную природу. Этот стих опровергает утверждение имперсоналистов о бесформенности духа. Хотя все сущее на планетах Вайкунхи духовно, оно тем не менее облечено в определенную форму. На этих планетах формой обладают и деревья, и люди, но поскольку и те, и другие, несмотря на различие форм, духовные, между ними нет никакой разницы. ОМАГИАНАТИМИРАНДАСЯ ГЕНАНДРАНА ШАЛАКАЯ ЧАКШУРУММИРИТАМИНА ТАСМА ШРИГУРАВЕНМАХА ШРИЧАЙТАНЬЯ МАНУВИШТАМ СТАПИТАМИНА БУТАЛЕ СВАЯМ РУПАКАДАМАХЯМ ДАДАТИСВА ПАДАНТИКАМ ВАНЧА КАЛПАТАРУ БЕШЧА КРИПА СИНДХУ ПЯ ЭВАЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНИБЬЮ ВАЙШНА ВИПЮ НАМУ НАМАХА ДАЙ СВИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ ПРАБХУНИТЯ НАНДА ШРИЯНДВАЙТАНГА ДХАРА ШРИВАСАДИГАУНА БАКТА ВРИНДА ХАРИ КРИШНА ХАРИ КРИШНА 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 ХАРИ 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 РАМА ХАРИ РАМА 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 ХАРИ ХАРИ Намам Вишну Падая, Кришна Причтая Бодолейши Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намины Намасте Сарасвати Деви Гавровани Прочарени Нирвишешешу Нивадди Пашчатя Дештариня Ятрана Игрешешасам Нама Ванам Кама Духар Друмай Сарвату Шрибхир Випра Джат Кайвальям Ива Муртимат «На планетах Вайкунхи растут благодатные леса, все деревья в которых – это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунхи всё имеет духовную и личностную природу». Глава называется «Описание духовного мира» и эта глава она появляется в контексте ситуации, когда несколько мудрецов, сыновья Творца Вселенной, сыновья Брахмы оказались в духовном мире. Это необычные личности, у которых есть пропуск в духовную реальность. Обычно живые существа очень чётко, скажем так, ограничены в сферах передвижения, люди живут на конкретной планете, с неё не так-то просто улететь, гравитация, атмосферное давление, целое дело на другую планету добраться. Кроме того, что они живут на конкретной планете, живут в какой-то конкретной стране и довольно-таки мало мест, где так свободно передвижение, ну может быть там где-то Евросоюз или какие-то страны, у которых есть договоры о безвизовом передвижении, а так в основном достаточно всё жёстко регламентировано, ну и далее люди как-то локализованы по каким-то там местам, привязаны к каким-то климатическим зонам, здесь им слишком жарко, а потом слишком холодно, каждый находит какое-то своё место и вот там он живёт, считает себя свободным, при этом не понимая, что на самом деле в других местах он просто даже не смог бы жить. А вот эти вот четверо личностей, четверо сыновей Брахмы, они обладали особой природой, то есть у них не было таких физических грубых тел, как у нас и соответственно их передвижение оно не регламентировано так жёстко вот этими законами материальной природы. Тем не менее они жили на высшей планете этого материального мира и вот они оказались в духовной реальности. Тут описывается, что они увидели. Вот несколько стихов, я так своими словами перескажу, общую картину. То есть они увидели такое, скажем, великолепие, которое люди говорят, ну это сказка вообще просто. То есть удивительное описание природы, какие красоты чисто внешне. Потом там говорится, кто живёт в этой среде, описываются жители духовного мира, обладающие бессмертными телами, то есть духовный мир на той духовной, что там нет силы времени, нет материальных элементов и поэтому ничто не изменяется во времени, нет такого понятия, как старость, какой-то износ, болезнь, смерть. То есть это как раз то, что называется, может быть, мечтой человека. И эта мечта, она как раз воплощена в этой сфере духовного мира. Но делает этот духовный мир настолько прекрасным как раз сознание обитателей. И там говорится, до этого было, что там, значит, какие там тракоценные камни, изумруды, лазури, что-то ещё какие-то всякие. Ну в общем, короче говоря, всё такое, что здесь себе могут позволить только очень богатые люди. А там это всё является какой-то нормой. здесь какие-то камни валяются на дороге, но так они особо никому не интересны. И здесь драгоценные камни это вообще редкость, то есть их где-то как-то там добывают, очищают, полируют, там они разной степени размера, веса, чистоты, это считается ценность большая. То есть там это норма, то есть там все камни такие, там каких-то других камней, собственно говоря, и нет. То есть когда читаешь о вот этих вот каких-то невероятных вообще богатствах духовного мира, вот какая сама природа, какое окружение, что они одеваются, как они общаются, какие у них качества, вот начинаешь понимать, что вот ключевым звеном во всём этом является именно сознание. То есть сознание, оно порождает все остальные элементы. Вот там есть такой стих в этой же главе, дальше чуть-чуть, где описывается, что значит разные птицы там певчие поют, какие-то насекомые, и там в одном стихе говорится, что даже самые такие красиво поющие птицы замолкают, когда они слышат, как начал петь царь пчёл или шмель там какой-то такой запел, да. Вот. И в комментарии к этому стиху Шила Прабхупада описывает, он говорит, что в этом материальном мире люди, скажем так, как перекрикивают друг друга, то есть каждый пытается, я, я, давайте я лучше скажу, то есть вот он как-то пытается себя поставить на первое место. Он говорит, а в духовном мире поведение совсем другое, то есть там живые существа, они настолько ценят служение и деятельность других, что когда они видят, что кто-то другой, кто-то начал делать, допустим, начал петь, то его не заглушают, не говорят там, заткнись ты вообще, малявка, не поймешь кто, да, а наоборот, они сами замолкают, чтобы дать кому-то, так сказать, тоже совершить своё служение для Кришны, потому что там это всё делается для Кришны. То есть мы видим, что когда мы удивляемся вот этому внешнему великолепию духовного мира, нужно понять, что это внешнее великолепие является проявлением внутренней реальности, потому что, как мы знаем, не место красит человек, а человек красит место. Я помню давным-давно в начале ещё 70-х годов, когда мы там из одного района города переехали в Новый район, Новостройка. Там пока ещё всё было такое не очень ухоженно, только-только, так сказать, там. И стоял наш дом, и таким немножко вот торцом, как вот такая раскрытая книга. Второй дом такой же, одинаковый, два девятьэтажных дома больших, вот таким тупым углом такой проход между ними был. И в одном доме жили мы, а в другом доме было довольно странное соседство. Там жили люди, я не знаю, как сказать, как это раньше их называли, нахимии, да, то есть это как будут зэки, которые, ну, они уже не заключение там, как это, типа, как вот поселение или что-то такое. Короче говоря, они там вольно жили достаточно, там был дом, целая общага была их. Они там жили, там они работали, там рядом был фарфоровый завод, вот они на этом заводе работали. Вот. И я просто помню, ну, свои детские впечатления, что, ну, этот дом, где они жили, ну, такой беспредельный был. Постоянно тут какие-то там пьяные вопли неслись, вот. Вся земля, значит, возле этого дома, она была засыпана толстым слоем стекла, потому что все время летели бутылки из окон, там все это билось, в общем, короче, там уже это самое, все было высыпано этим стеклом. Вот. А потом, значит, все это закончилось, то есть все там, их оттуда выселили, короче, в доме был капитальный ремонт, и, значит, потом вселили туда нормальных людей. Вот, это все закончилось. И я стал наблюдать, как изменилась атмосфера. Вот. И, значит, какой-то человек, ну, то есть вот это все стекло, это все оттуда выиграли, все это убрали, все. И люди стали там какие-то клумбы, значит, разбивают все. А один какой-то дядечка, ну, видать, такой большой любитель, так сказать, природы, там, всех этих вещей, он там как-то даже какое-то себе крыльцо отдельное сделал, видимо, там ход с другой стороны, и все это у него там было вообще, все там утопало в цветах, вообще все. То есть дом полностью преобразился. Вот. Потому что заехали люди совсем с другим сознанием. Вот. То есть мы видим, как, в общем-то, как раз вот эти вот все внешние атрибуты красоты, порядка, там чего-то еще, какого-то сервиса, отношения. То есть то, что люди ценят. Каким образом это все исходит из сознания. Допустим, мне просто после природы приходится часто ездить в разные города, разные страны, разные места. И я регулярно вижу контрастную реальность одних мест, других мест. Есть возможность сравнивать, как живут люди по-разному. Вот. И очень легко понять уровень сознания в действительности. Потому что это можно сказать, что ну вот это бедная страна, а это богатая страна. Есть у людей такие традиции, у людей другие традиции. Да, бедность, богатство, традиции, климат. Все это, так сказать, как-то внешне отличает. Но есть ключевое звено. Почему это так? Почему люди бедные? Люди бедные, потому что они греховные. Здесь только одно объяснение. Не то, что они очень хорошие, замечательные, благочестивые, ну прекрасные люди. Вот не только маленькие, но просто бедные. Это нонсенс. Ну просто нонсенс. Веды объясняют, что бедность – это следствие греховности определенной. Вот. Потому что богатство – это как раз нормальное состояние живого существа. Бог, богатство, духовный мир, он полон великолепия и так далее. Вот. Когда люди оказываются в каких-то местах, где очень скудная природа, где как-то вот мало всего им дает она природа. Мало света, мало тепла, соответственно, мало чего-то там из земли растет, да. Вот. И элементарные вещи там стоят каких-то вообще невероятных денег, да. И поэтому, видите, тут как вот эти бананы, тут яблоки оказались, да, вот в вашем северном месте. Они же не здесь выросли, да. То есть их принесли и они стоят, ну, немало, да. Допустим, я вот только что там из Калифорнии приехал. Там это ничего не стоит, понимаете. То есть там на этих, на рынках воскресных, то есть там идешь по этому рынку, там можно пообедать, позавтракать и поужинать вообще за бесплатно, потому что они там все предлагают дегустируйте, дегустируйте, там у них, ну, у них там в Калифорнии там все у них растет, теплое место такое. Вот. И там эти какие-то апельсины, яблоки, они там вообще ничего не стоят. Вот. Они там все режут их, попробуйте у нас, у нас, у нас такой сорт, и там по этому рынку у них в субботу, воскресные такие спонтанные рынки появляются. Прошелся, так сказать, и наелся, что называется. Вот. Оно, то есть там солнце постоянно, да, такое, а в других местах это солнце, боже мой, там выглянуло, надо же, все за какой-то мглой там, тьмой затем. Говорят, ну это нет, здесь очень хорошие люди, все прекрасно, вот просто это не повезло. Нет. Все упирается в сознание людей, все упирается в их прошлую карму, все упирается в какие совершали люди поступки. То есть здесь очень четкая связь. И поэтому, когда мы говорим о духовном мире, то духовный мир, это мир в первую очередь не просто там, где идеальный климат, хорошее местечко, да, курортная зона, вот. А это место, где собрались живые существа вокруг Бога. То есть Бог как идеальная личность и вокруг него живые существа с таким же богоподобным сознанием. И все окружение, инфраструктура, природа, там, хозяйство и так далее, она просто отзывается на это сознание соответствующим образом. Потому что, скажем так, ну, вещи, предметы, то есть вот это вот заполнение, это все зависит от того, какое сознание у человека. Допустим, вы приходите к кому-нибудь, к какому-нибудь человеку одному в дом, да, и видите, когда там последний раз убиралось, да, все, там такой слой пыли, все, тут какие-то запахи непонятные, вот, все какое-то такое, вот, жутковатое, страшноватое, вот, и какая-то атмосфера тяжеловатая. И откуда это все родилось? Сознание хозяина. Находишь в другой дом, все чисто, все замечательно, прекрасные запахи, там, какие-то картины, все так сделано, что, может быть, даже это не обязательно там как-то уж богато, но это, может быть, так сделано просто, но столько со вкусом, что ты чувствуешь какую-то совсем другую атмосферу. Я помню году в 93-м вместе с Говиндой Махараджи мы прилетели в Магадан. Такое специфическое место, суровая природа, северный климат, есть там свои, конечно, тоже красоты там, вот, но тем не менее, вот, и нас поселили, такая какая-то квартирка, ну, все такое какое-то, не очень, скажем так, было. Вот, и я помню, как, значит, Махарадж начал там, так сказать, осваиваться. Я жил в одной комнате, в другой комнате, вот, а у него, ну, божества он с собой, значит, возит, и вот, у него там свои там какие-то там жидкости, там, какие-то ароматизаторы, то да все, значит, он сразу что-то такое там запел, ну, такой красивый, очень мелодичный голос, все там, полный шмо, значит, порядок, все, он там давай что-то там протирать стол, там, какими-то специальными какими-то с ароматическими какими-то маслами, все. Через час была Вайкунха, все, то есть, какие-то уже запахи другие у меня стояли, там, божества на этом чистом столе, все такое, то есть, уже атмосфера преобразилась, вот, то есть атмосфера и вот эта вот внешняя природа, все окружение, это все рождается из нашего сознания. Поэтому невозможно попасть в духовную реальность, не развив себе сознание духовного мира. Вот, и сознание духовного мира, это именно вот этот вот дух служения, где не вот это вот наше все, я-я-я, я первый, я лучше всех, я-я-я, вот, а где на первом месте всегда Кришна. То есть, когда, то есть, духовный мир, это такая богоцентрическая реальность, где Бог находится в центре, вот, и естественным образом вот эти вот божественные энергии, они распространяются повсюду, вот, и живые существа, хотя они пришли туда не для того, чтобы наслаждаться всеми, допустим, этими благами духовной цивилизации, они их получают естественным образом. там, там нет какой-то вот всех этих наших проблем, поддержания, ой, мы слышали повышение пенсии, какая радость, да, вот, там, ой, потеплело, слава Богу, там, зима закончилась, там уже, да, то есть, там нет этих проблем, их нет, просто нет, потому что здесь эти все вещи, они связаны с нашей, может быть, тяжеловатой кармой, вот, поэтому живые существа изначально жители духовной реальности, прекрасной реальности, вынуждены ютиться в достаточно скованных таких вот стесненных условиях материального мира, вот, и они жалуются регулярно на жизнь, что вот жизнь тяжела, вот, нам бы, нам бы прибавочки к пенсии, нам бы того, сего, какие-то льготы, там, чего-то еще, то есть, вечные, полные знания и потенциально счастье живые существа в этом мире, значит, за какие-то смешные, вот, за какие-то смешные вещи они тут пытаются молиться или чего-то там пытаются заслужить, вот, а когда читаешь вот это вот описание духовной реальности, духовного мира, ты видишь, что вот это вот, скажем так, нашим языком благосостояние, да, вот это вот благосостояние духовного мира, все эти красоты, все вот эти вот богатства и так далее, это не следствие какой-то там экономики, что люди отработали и наработали, да, в каких-то шахтах они там убивались, да, вот они добыли все эти драгоценные камни, там, что-то еще, нет, это все является просто частью духовной природы, это просто часть духовной природы, вот, и когда читаешь, что это описание духовного мира, как эти вот четверо кумаров туда пошли, и что они там увидели, да, все эти вещи, вот, ты понимаешь, что это не плод чего-то там, какого-то, какой-то организации, что какая-то там дума придумала или что-то там еще какие-то, как это говорят у нас, крепкие хозяйственники организовали все это хозяйство. То есть это просто естество, это просто некая такая стартовая, изначальная модель преуспевания, благоденствия, просто потому что там такое сознание. Это как наш тезис сегодняшний, что сознание определяет эту атмосферу, оно определяет отношения, оно определяет само окружение, где живые существа живут. Поэтому очень важно понять этот момент, что сознание является ключевым звеном. В этом году в Майапуре я обратил внимание на одну вывеску, я даже сфотографировал, там строится храм планетария ведический, и на такой забор окружает, и там на этом заборе мое внимание привлекла такая достаточно большая вывеска, она там была на двух языках, на бенгале, на английском. Вот, где описывалась коротко концепция святой обители. То есть вот как оно в идеале должно быть. И я там даже сфотографировал, я зачитаю, что атмосфера, города, они говорят, или поселения, или атмосферы места складывается из, вот они перечисляют, из чего оно складывается. Сознание жителей, архитектура, ландшафт и озеленение, местная индустрия, транспорт и уровень чистоты. В таком порядке, да? И на первом месте идет сознание обитателей. Когда какое-то такое, ну, святое место, едешь, то ожидаешь какой-то определенной атмосферы соответствующей, да? Этой атмосферно складывается этих ингредиентов, эти ингредиенты перечислены нами, это есть как раз вот элементы, из которых сядет эта ожидаемая атмосфера и складывается. И поэтому, допустим, там немного диссонансом выглядят некоторые моменты, допустим, там, ну, какой-то вот, там, какие-то мотоциклы, там, или какие-то машины, ну, вроде как, ну, вот это вот наша, наша такая индустриальная, индустриальная кальюжная реальность, она там, с одной стороны, она вроде как привычна нашему глазу, но как-то она так диссонирует сильно, вот дисгармонирует самой этой атмосферой, как-то мешает. И на каком-то этапе, вот, ну, скажем так, вот люди, которые думают о том, как дальше, там, вот этот вот мой опор будет развиваться, они стали задумываться как-то более серьезно, а что же дальше-то будет, да? Потому что я помню, ну, картинка была, значит, мой сын, когда он там только в школу там поехал на велосипеде, какая-то женщина такая, там, ну, в каком-то крутом мотоцикле, вот она его сзади, значит, задела его, он с этим своим велосипедом улетел в кусты вообще там, хоть и бы, она даже не остановилась, даже не остановилась, понимаете? Вот я подумал, это духовная обитель так выглядит, что ли? Что-то здесь какой-то, какой-то здесь ингредиент явно лишний, понимаете? То есть, что за, что за вообще такая вот необходимость, да? Ну, не таком большом поселении там, на самом деле, которое можно там, ну, так сказать, меньше, чем за час, в принципе, обойти, да? Вот, необходимость в этих там больших мотоциклах. Гуна страсти. Нам нужно быстро куда-то ехать. То есть, я понимаю, что человеку нужно куда-то быстро ехать, не знаю, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нью-Йорке, там, гигантские города, понятно, да? Люди спешат, работают и так далее. В таких местах куда нужно быстро ехать? То есть, ну, максимальный компромисс, это, может быть, ну, велосипед. Он хотя бы не воняет, да? И не столь травматичен, допустим, как вот, это же какой-то там мотоцикл и так далее. Но, тем не менее, приходят люди и говорят, да, понятно, здорово, мой опор, но у нас тут, понимаете, дела быстрые, поэтому нам вот нужно вот это, да? И вот прошли годы, прежде чем люди начали понимать, что похоже, что все-таки это мешает, похоже, что все-таки что-то здесь лишнее, как-то вот оно не соответствует, да? Мы вот здесь дальше в других стихах, в этой же секции описывается, что жители духовного мира, они передвигаются там на этих, на виманах и так далее. Вот, ну, понятно, тут, ну, у нас с виманами пока никак, да? Вот у нас тут, ну, что мы там какие-нибудь дирижабли можем, конечно, сделать, но это будет, наверное, не очень практично. Вот, поэтому с виманами пока в этом материальном мире тут сложно. Думаю, еще там тоже в нашем исполнении виманы тут начнут падать, там, и все прочее. Вот, поэтому для нас это пока, может, не вариант. Вот, но, тем не менее, допустим, концепция святой обители, она должна быть какой-то целостной. Вот, и опираться она должна как раз вот на этот базовый элемент, сознание. Каково сознание жителей? Именно оно, именно оно определяет все остальное. Вот, архитектура, допустим, вы попадаете в какое-то место, вот, как Шила Парупада, я в этом году, мне повезло, я побывал в этом месте, этот пирс Содружества в Бостоне, то есть это место, куда Шила Парупада впервые причалил. То есть первое место, когда Джаладута, это судно, на котором он привык, значит, куда оно причалило. Вот, и я помню, Шила Парупада, Агнито Блиламрити, вот, Сацеврупа Махараш пишет, что, значит, глядя на вот эти вот мрачные очертания небоскребов Бостона, с этого пирс Содружества Парупада Бодума. Как же, вот, он же, потому что этот ландшафт, это тоже определенное сознание, понимаете? Это определенное сознание, архитектура, вот это вот, то есть это вот гуна страсти, рвущаяся вверх, да, вот, понятно, что центр города, места нет, поэтому этажность возрастает, все прочее. А почему так много желаний-то? Опять же, вот этот гуна страсти, да, то есть вот это вот все, поскольку площадь дорогая, все начинают мыслить, и гуна страсти им подкидывает, давай, еще пару этажей, еще пару десятков и так далее. То есть Парупада прекрасно видел в этом не просто архитектуру, он видел в этом сознание, определенное влияние гун, да, и он смотрел на все это и думал, а как я буду проповедовать чистое послание божественной любви в той атмосфере, где вот эти вот действуют низшие гуны материальной природы? Вот, ну, тем не менее, он, мы знаем, нашел, так сказать, способ к сердцам людей, вот, но, тем не менее, все равно, когда ты попадаешь, допустим, там, ты идешь по этому Манхэттену, ты чувствуешь себя просто каким-то пигмеем вообще, муравьем, который тебя просто от этого все сжимает в точку, эти все бесконечные, эти вот небоскребы, все это вот негармонично организованное пространство, оно давит над тебя, и ты просто чувствуешь, что нужно быстрее куда-то бежать вообще, потому что там невозможно просто спокойно идти, потому что все бегут, все бегут, ты должен тоже в эту гуну попадаешь, и тоже в этом состоянии находишься, вот, то есть, сама по себе вот эта вот архитектура, ландшафт, да, то есть, вот это вот озеленение, транспорт, это все создает определенную атмосферу, да, и вот мы читаем, как оно выглядит в духовном мире, так, значит, то есть, фактически, там тоже какие-то есть эти самые храмы, кстати говоря, в духовном мире, мы знаем, даже в Нагалоке есть храмы, где вроде как поклоняются полу-богам, Радхаране, Богу Солнца поклоняются каждый день, но правда там хитро, Кришна устроился, Он устроился пуджарьем в этом храме, поэтому Радхаране приходит вроде как поклоняться Богу Солнце, а Кришна, так сказать, Он там по-своему себя устраивает. Тем не менее, то есть, там есть тоже такие вот культовые какие-то определенные сооружения, потому что, когда смотришь, допустим, на архитектуру храма, сознание возвышается, вот, потому что сама по себе эта архитектура, она построена по принципу васту, то есть, допустим, васту шастри, там говорится, как вот должен устроен быть купол, и над куполом там все эти вот надстройки, это все вот эти элементы, от более грубого, более тонкого элемента земли, элемент воды, вот это вот огонь, воздух, пространство, это последняя такая пика, как бы такая остренькая, она символизирует этот вот акаши, элемент пространства. И когда смотришь на эти все вот такие объективно гармоничные формы, то это гармонизирует сознание, то есть вот эта архитектура. Соответственно, как вот здесь ландшафты, озеленения, те места, где много вот какой-то такой, ну, растительности, какие-то парки и так далее, где как-то ум чувствует себя более комфортно. Допустим, в нормальных городах там должны быть обязательно какие-то деловые зоны, что-то ещё, они должны как-то компенсироваться. Допустим, даже такие крупные города, как Лондон, там в самом центре парк находится большой, Бекингенский парк, дворец королевский, то да сё. И вокруг парк, который зелёный круглый год. Я был удивлён. Лондон очень тёплый город, там попугаи зелёные летают зимой. Или они там подогревают, что-то там, я не знаю. Ну, в общем, там пальмы растут в Лондоне. 54 градус северной широты. Хорошая карма, хорошая карма. А в Москве они растут на той же широте. Плохая карма, совсем другая, так сказать, атмосфера. То есть в том же Нью-Йорке нашли место, центральный парк, хотя это жуткое место, там Манхэттен, там всё посреди, там Манхэттена, хоп, зелёный, так сказать, парк. И там совсем другая атмосфера. Как-то чувствуешь, что какое-то естество, да. Там запрещено курить в этом парке, там распирать спиртные напитки, там и так далее. Там очень строго следят, там полиция ходит. То есть должна какая-то атмосфера соблюдаться. Итак, индустрия дальше. Индустрия, она тоже создаёт определённую атмосферу. Когда смотришь на эти трубы, да, такие, из них этот дым клубится. И как-то сразу понимаешь, ну да, конечно, мы тут на севере, там надо топить всё, чтобы холодно не было противодействовать. А потом думаешь, что как вообще живые существа сюда забрались-то, собственно говоря. То есть места вообще, ну, тёплых на земле полно, живи вообще всем. Кто-то как-то, где-то какие-то там, не знаю, первооткрыватели в какое-то время. Хоть забрались, потом они там остались, потом они там начали плодиться. И глядишь, раз-раз какое-то место образовалось. И уже традиция, уже традиция. Люди мёрзнут, там говорят, да, ой, ужас, это зима там, полгода и так далее. И чё мы тут живём вообще? Ну, вот наши предки и отцы, там, и всё. То есть какие-то такие кармические силы. Люди даже не понимают. А есть другие возможности в действительности. Это вот сила кармы, она как-то вот удерживает людей. И они и мёрзнут, и страдают, и вынуждены там всё это дымить, топить, коптить там всё это. Но вот уже не можем мы уначить. У нас так сложилось, да. А в каких-то местах люди живут, и, в общем-то, и забот не знают по этому поводу, да. Просто потому что по закону кармы им даётся больше тепла и света, им не нужно там какую-то жуткую индустрию развивать и коптить небо, лишать себя чистого удка просто для того, чтобы не замёрзнуть. Просто другая карма, и потом всё по-другому. Но почему другая карма? Потому что другое сознание. То есть опять мы возвращаемся к этому базовому элементу. Сознание является основой всё. Как я приводил сначала, это вот, да, дом, где жили зэки, и вокруг там всё это было ужасно. А потом их выселили, выселили нормальных людей, и всё там сразу как, ну, совсем другая атмосфера началась. Люди принесли с собой вот эту вот атмосферу, эти вот идеи, и там что-то расцвело, как-то всё стало, так сказать, ухоженно, красиво. То есть это сознание. Допустим, в Сингапуре за то, что вы кинули там бумажку, или может быть даже уронили случайно, штраф 500 долларов. Ни много, ни мало. И теперь, поскольку 500 долларов – это, ну, так сказать, не такая маленькая сумма, хотя там сингапурские, конечно, доллары, это не американские, тем не менее. Вот. Город чистый. Удивительно. Сейчас тоже во Флориде был, в одном месте там гулял, значит, такая простая надпись скромная, за свалку мусора 5000 долларов и 5 лет тюрьмы. Не или, а и. Я думал сначала, может быть, или, а написано и. У кого возникнет желание вообще? 5000 долларов и 5 лет тюрьмы. Да мысль такая, даже ум не пересечёт, понимаете? Вот, то есть, жесточайшие законы, результат – чистота. То есть, от людей не хватает, скажем, какого-то своего такого сознания, ну, ничего, мы составим силой законов, допустим, да? Жёсткие законы, они людей как-то вот немножко дисциплинируют, если у него не хватает своей внутренней культуры. Допустим, я помню, в прошлом году, в том же Майапуре, я иду, и передо мной какой-то индус идёт, молодой парень, 20 на большем лет, и что-то у него там такое, значит, какая-то бумажка, просто кинул я там, прямо вот недалеко от храма там всё это. Я сначала подумал, что он уронил, а потом смотрю, она скомкана, то есть, ну, не уронил, то есть, видно, что бросил. Я ему говорю, эй, Прабу, поднимай, говорю, это ваше? Он говорит, да, это мусор. Я говорю, мусор, он урнов, он видишь там. Он был так искренне, вообще, изумлён. То есть, он, понятно, что он не житель Майапур, он какой-то там гость, этот самый, приехал, да? Вот я говорю, вот видишь, здесь святое место, так нельзя. Он такой, ага, такой перепуганный, донёс, видимо, он первый раз вообще мусор в урну положил, потому что это был какой-то для него опыт, наверное, такой необычный. Потому что вот так вот в обычных просто городах, в Калькутта, что-то ещё, там они вообще не смогут что-то разворачивать, он тут же подминки себе бросает, не глядя, понимаете? То есть, какой-то отсутствует идея, что должно быть чисто. Они просто привыкли, ну, в Индии спросили, а где тут у вас туалет? Туалет? А в Индии, говорит, везде туалет, в любом месте. Это шутка такая, местная. Где, где в Индии? А они, говорит, в любом месте туалет. Поэтому можешь не заморачиваться особо. И когда вот такое понимание вещей, такая психология, тогда действительно вокруг туалет, сплошной туалет, понимаете? Но когда у человека другое внутри понимание, другое сознание, да, и чистота является некой ценностью, некой ценностью, вот тогда уже человек думает, все должно быть красиво, от этого, от такого не должно быть, какой-то там грязи и так далее. То есть простая вещь, то есть мы говорим о первичности сознания, о том, как сознание влияет на бытие. Да, мы знаем, что бытие также влияет на сознание. Допустим, человек, особенно когда у него пока еще разум не включился, такой еще критический, вот он привыкает к атмосфере, в которой он живет, и теперь это бытие влияет на его сознание. Но вообще-то сознание способно влиять на бытие. То есть это такая обоюдная взаимозависимость определенная. Но все-таки основной термин, вернее, основной принцип таков, что сознание определяет бытие. И мы видим, глядя на какое-то бытие, там или сям, в том или ином месте, как живут люди, вот мы можем сказать, что да, это там суровые места, или что-то там еще, или у людей плохая карма, но если мы глубже смотрим на все эти вещи, то мы приходим к этому основному пониманию, что какое у людей сознание такая жизнь. Поэтому, соответствующим образом, если мы говорим о духовном развитии, если мы говорим о духовном будущем, о духовном мире, то невозможно оказаться в духовном мире, не имея сознания духовного мира. То есть должно быть соответствие сознания, среде. Предположим, если человек какой-то низкой культуры приезжает в какое-то место очень чистое, где все, его просто не пустят. Вот все. Или он как-то его, может быть, пустили, но только вот он начинает там по-своему жить, его сразу раз, как вот допустим сейчас, эти проблемы мигрантов в Европе, вот они там из Сирии бегут, там с Ближнего Востока, из-за там всех этих неурядиц, из-за этой войны. Вот. И они там как-то переправляются, добираются до Европы. В Европе другие стандарты немножко, да? Вот. И сначала все говорили, ну да, конечно, они там бедные, несчастные, приезжайте к нам, домой всех приютим. Сейчас уже немножко эти гостеприимные, их настроение уже слегка поослаблено. Вот. Потому что, скажем, люди уже другой культуры начали там какие-то свои порядки восстановить. И тем же немцам там, им уже не нравится. Они привыкли к порядку, куда-что, все там чисто, все хорошо. И тут вдруг появляются какие-то люди, которые по другим понятиям живут. Они говорят, нет-нет, что-то здесь не то. И начинаются там какие-то уже анти, все эти мигрантские настроения. А в чем проблема? Не против людей как таковых, что там какие-то не так конфигурации, там не то количество рук или ног. Просто другое сознание. Вот и все. И люди, которые привыкли, допустим, к каким-то более низким стандартам, они теперь начинают, так сказать, создавать свои какие-то вот такие вот анклавчики, рассадники, скажем, своего чего-то. Одно дело, когда как-то там локализовано, где там в виде какого-нибудь, не знаю, там China Town, на какой-нибудь улочке, где у них там вот это вот свое, заходишь туда, все тут понятно, китайской лапшой пахнет, там чесноком, все понятно, это China Town. Но это как бы не распространяется на все место. Как-то с этим мириться. Но когда это начинает как-то бесконтрольно распространяться там и там, и сиан, это начинает же беспокоить людей. Тем более, что они размножаются хорошо, эти вот ребята. В отличие от белого населения, белое население как-то не сильно размножается, а эти, они верят в жизнь, в Аллах, и все, они хорошо размножаются. Вот и глядишь, лет через 50 это будет уже не Европа, а просто западный халифат. Вот и все. Вот и уже все будет совсем другим. То есть похоже, что это не фантасмагория, это очень похоже все на правду. Потому что, ну, скажем, динамика жизни, она в этом направлении идет. Вот. Поэтому ситуация может решаться, конечно, так сказать, мы знаем по природе, так все устроено, что изначально в культуре есть там высокие горы, реки, океаны, которые разделяют континенты, и люди, скажем, какой-то одной культуры традиционно живут здесь, а эти там, и, в общем-то, они друг другу не мешают. Но век, когда коммуникации, переезды, перелеты, они стали нормой жизни, легко теперь, да, если раньше там нужно было какого-то пешком идти, это целое дело, да, кто пойдет через море, это вообще опасно. Ну, сейчас, благодаря всему этому транспорту, каким-то там во многом безвизовым каким-то там сообщением, в том числе вот этой вот и бесконтрольной миграцией, когда, допустим, народ там из Мексики бежит в Штаты, вот, там, что Трамп-то хотел стену поставить на границу с Мексикой, ему не нравилось, что вот эти мексиканцы, скажем, люди такие немножко, считается, более низкая культура, они туда приезжают и начинают там устраивать там все эти дела, наркомания, там, преступность, все прочее, и никому не нравится, потому что среди, скажем, белых американцев, там другие стандарты, допустим, там, ну, вы заказали что-то через интернет, вам приносят, знаете, как они там доставляют, они не спрашивают, там квитанция, там расписание, просто под дверь кинул и ушел, там никому в голову вообще не приходит никому ничего украсть, в голову не приходит такого, понимаете, просто не приходит в голову, да, вот, но мы знаем, что в других местах это не пройдет, как так, если мне просто под дверь на речной клетке кинут мою посылку, а вдруг там сосед упрет, или еще кто-нибудь там, да, ну, такой у него, а там это возможно, просто пришел и положил, а что-то вам не понравилось, даже без расписки обратно примут, еще извиняться долго будет, вот, у меня на глазах было там, заказали там одну вещь, там человеку привезли экран там для презентации, там оказалось, одной треноги не хватает, вот, и значит, он звонит, что вы принесли, он говорит, а, извините, вас не было, ну, ничего, принесите обратно на полном доверии, совершенно спокойно, без всякой ругой, они еще извиняться там 10 раз, определенное сознание, а в других местах тут же последствия такое, ну, просто не проходит, потому что до сих пор другое сознание, нет доверия, нет какого-то уважения, и так мы видим, что сознание – это ключевой момент, который, скажем так, определяет все остальные вещи, как люди будут жить, какую архитектуру они будут создавать, на каком транспорте, как они там будут, так сказать, что они будут создавать, чистоту или грязь и так далее. И да, вот эти вот прекрасные, удивительные описания духовного мира, которых мы сначала немножко почитали, вот, они все берут свое начало из сознания, то есть сознание – чисто, среда чисто, сознание – не чисто, среда соответствующая, когда вы видите вокруг какую-то там, не знаю, грязь вонь и прочие какие-то вещи, вот, отношения такие не самые, это обозначает сознание людей, с ним что-то не то. Вот, поэтому самое большое, в чем нуждается современное человечество, это не экономика, это не политика, это не полезные ископаемые, ничего из материального, так сказать, вот этого того, что люди считают благами, оно не является приоритетным, это все вещи, которые относятся к категории вторичных ценностей. Первичная ценность – это каким сознанием обладает человек. Вот, самое ценное, что в человеке есть – это сознание. Поэтому какое сознание у человека, такая у него будет и речь, такая у него будет и жизнь, такие у него будут и отношения, такую среду он будет генерировать вокруг себя соответствующим образом. Вот, поэтому Шила Прабхупада сказал, что ключ к решению всех проблем – это развитие вот этого богоцентрического сознания. То есть сознание Кришны обозначает богоцентрическое сознание. То есть когда человек понимает, что любая ситуация, для того, чтобы она была гармоничной, в центре ее должен находиться Бог. Потому что он является источником всех элементов, из которых созданы абсолютно все вот эти вот ситуации, комбинации и так далее. Не важно, что. Пространство, какие-то там другие разные дела. То есть в центре любых дел, в центре любого пространства, все, везде должен стоять Кришна. Тогда вот это вот пространство становится гармоничным. Отсюда вытекают все вот эти вот искусства ведические. Не важно, что. Вы играете музыку, строите дом или что-то там еще. Центром, отправной точкой всего этого является тот, для кого это. Для кого это музыка, для кого это строение, для кого это дом, для кого это ритуал, для кого это пища, для кого все вообще. То есть это вот сознание Кришны, Шила Прабхупады говорит, что это не сектанское, или скажем, не какое-то узкое учение, которое касается какой-то узкой группы людей. Хотя может сложиться такое впечатление в связи с, может быть, с какими-то такими экзотическими элементами нашей культуры у людей. Может сложиться впечатление, что это вот как-то узко связано с Индией, а допустим, с людьми Запада это все уже не связано. Вот, поэтому к этой культуре прилагается также философия. Если людям сказать, что эти вопросы решаются просто так, вот оденьте все, отходите с Ари, поставьте тилоки, все вопросы будут решены. Давайте примем просто культуру. Культура тогда хорошо нарастает, когда она основывается на понимании. Поэтому Шила Прабхупада был одновременно носителем и культуры, и понимания. Вот, и это понимание он давал сначала людям. И когда у людей менялось понимание, тогда у них менялось уже и одежда, и питание, и образ жизни, и все. То есть вот естественным образом все это такое было. Вот, поэтому проблема, конечно, в том, что люди воспринимают иногда нас именно как представители некой какой-то чужеродной культуры. Потому что это вполне естественно, это психология восприятия. Потому что судят по одежке, да, то есть встречают по одежке, провожают по уму. И поскольку люди, я сначала одежку какие-то, может быть, необычные, какую-то вот ритуальную часть, иногда это является для них ну каким-то тормозом или блоком восприятия. Ну комплекс какой-то срабатывает у людей, что ой, нет, извините, это не мое и все, да. Вот, но поэтому есть книги, есть духовное знание, которое объясняет в первую очередь именно эту вот идею богоцентризма, что Бог как источник всего, и как источник всего, Он естественным образом является центром всего и целью всего. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, что и вуше душа, и знание, и объект познания, и цель познания. Вот, и когда это все подано адекватным языком, не просто вот как некая религиозная вера, именно как такая вот практичная философия жизни, когда человек начинает понимать, как вот это все на практике работает, тогда уже ему легче и естественно принять уже какие-то элементы культуры и понять, что это действительно вот именно часть богоцентрической культуры духовного мира, то есть это вот естеством становится. Вот, поэтому мы вот изучая все эти вещи, смотрим на духовный мир, это не просто какое-то красивое райское местечко, где вот здорово бы, да, мы устали тут во все эти там зимние одежды и все прочее, все там, что-то там, я хочу там свежих фруктов, овощей, да, оно тут все мороженое, какое-то там замороженное, лишенное праны и всего. Я думаю, вот духовный мир, как некий какой-то курорт. Человек может воспринимать его в духе чувствного наслаждения. Но Шива Прабхупада объясняет, это место нечувственного наслаждения. То есть все автоматически чувства удовлетворены. Но идея другая. Идея состоит в том, что там живые существа живут с концепцией служения Богу. И поэтому все те вещи, ради которых вот здесь люди трудятся, как вот ради каких-то материальных благ, они там присутствуют естественным образом. То есть вот это вот, он там говорит, что богини процветания, они тут, он говорит, в одном комментариях, он говорит, что в материальном мире богини процветания, тут все молятся, чтобы она там копеечку кинула, да? А он говорит, там в духовном мире эти богини процветания, они сами пытаются как-то обратить на себя внимание со стороны. То есть они всеми силами служат, Кришне им преданным и так далее. Вот то есть все то, что здесь является объектом вот этого вожделенного ожидания, дайте нам благ, то есть все, то в духовном мире является просто естественной средой, потому что он основан на вот этой вот идее бескорыстного служения. То есть эта вот идея бескорыстного служения, то, что мы называем чистым преданным служением, это является основой духовного мира, это богоцентрическая модель, что он является центром всего. И вокруг него вот эти вот все его удивительные духовные энергии действуют, процветание, сила, богатство, красота, слава и так далее. Вот это вот решение всех вопросов, когда человек развивает себе вот такое сознание духовного мира, сознание служения. Тогда вся остальная среда, она естественным образом выстраивается вокруг этого. Но когда люди пытаются улучшить свою материальную жизнь, материальными средствами, не меняя принципиально сознание, мы знаем, что это все не очень, скажем так, перспективно. И одни люди выдвигают программы там 500 дней, другие там чего-то там еще там, с какими-то всякими разными идеями. Мы знаем, что пока сознание человека будет оставаться материалистичным, и пока за ним тянется вот хвост его прошлой кармы, вот, просто вот этими какими-то попытками, там какими-то политическими или экономическими шагами ничего невозможно изменить, потому что сознание не меняется. И раз сознание не меняется, значит жизнь не будет меняться. Поэтому Шрила Прабхупада начал революцию, скажем так, с другой стороны. В самом начале Шримад Бхагава там говорится, что Шримад Бхагава признан произвести революцию в сердцах людей, представителей заблудшей цивилизации. Революция начает переворот, переворот буквально. То есть вот с ног на голову поставить, или лучше с головы на ноги. То есть сознание живого существа сейчас перевернуто в Бхагавадгите, Кришна говорит в третьей главе, там эти стихи, там 40, 41, 42, Он говорит, что живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, душа выше всего этого. То есть вот иерархия ценностей выстраивается. А в материальном мире все же люди живут в перевернутой системе ценностей. Для них сознание это последнее, они готовы в своем состоянии пожертвовать, а высшее это просто какие-то объекты чувств. Те, которые реально занимают самое низкое положение, в сознании материалисты, они как раз наверху. А Бог, если Он есть, Он нам в помощь, чтобы мы как можно больше этих материальных объектов преодолели. И поэтому, когда вот такое перевернутое сознание, то соответствующим образом люди и живут в тяжелых обстоятельствах, потому что эти материальные элементы, они оказываются сверху, они сверху. И поэтому они давят на человека. Когда мы стоим на этих элементах, а сверху Бог, тогда же становится легкое, естественное. Вот поэтому Шила Прабхупада, как представитель традиции, вошел, скажем, вот со своим посланием, для того, чтобы именно, как вот первая цель нашего общества, систематически нести в массы вот этого духовного знания, для того, чтобы изменить вот этот вот крен в системе ценностей, для которой сейчас сместился в другую, в материальную сферу, для того, чтобы, так сказать, опять перевести в духовное русло, чтобы мы поняли, что самое ценное, что у нас есть, это сознание. И сознанию, как проявлению души, естественно, свойственны духовные ценности. То есть научить людей быть счастливыми из духовных источников, не из материальных источников счастья, в гуне страсти обычная, контакт чувств с их объектами. Мы знаем, что за счастье. Сначала подобно нектару, потом подобно яду. И он научил своих последователей другому типу счастья. Счастье, которое, может быть, не столь легкое, не столь дешевое, но оно является стойким, настоящим, потому что оно соответствует природе души. Вопросы какие-то, комментарии дополнительные? Можно вопрос? Я вас правильно понял? Вы когда рассказывали про духовный мир, вы сказали, что там есть храмы, и там живые существа души возвышают сознание. А разве там у всех сознание высокое, возвышать его некуда? Проясните, пожалуйста, у меня вопрос. Не понятно. Совершенство, это не статическое состояние, а динамическое. Динамическое обозначает, что оно развивается. Потому что как только человек в чем-то остановился, развитие прекращается. То есть мы знаем, что духовный мир он называет анандам буддхи вартханам, то есть он расширяется, расширяется. Расширяется, это обозначает, что сознание живого существа, оно продолжает расти, повышать уровень свой. Поэтому независимо от того, что там за храмы, что там внутри, я не знаю, деталей всех этих, смысл в том, что достижение духовного мира, это не является каким-то вот, такой, да знаете, я приехал домой, наконец, бросил свой чемодан, лег, все, наконец-то я думаю, больше ничего не надо, да? То есть теперь я стал обывателем, которому больше не свойственна идея развития. Обыватель – это те, кто прекратили развиваться, понимаете? А духовный мир – это место, где развитие продолжается, да. То есть та же према, любовь к Кришне, она тоже имеет свои градации и так далее. Это только перечисляется там 9 этапов према, это только то, что мы там как-то до какой-то степени, и то там чуть-чуть лишь коснуться всего этого можем, а не понять, понимаете? Вот, поэтому, когда мы говорим о, как, например, в материальной жизни, наиболее гармонично и интересно живут люди, которые постоянно что-то постигают новое, да? То есть люди, которые живут в развитии. Что-то новое прочитал, посмотрел, узнал какой-то опыт, то есть все время происходит какой-то элемент новизны, понимаете? И благодаря этому элементу новизны человек испытывает вдохновение, интерес какой-то, энтузиазм, жить дальше. Человек, который не испытывает никакого нового опыта, он ничего нового не услышал, не прочитал, не увидел, ни с кем не пообщался, в конце концов, он чувствует, что все надоело, это вот какая-то серая посредственность, все это уже было, да? Вот, и поэтому мы знаем, как Кришна, что он вечно новый на вкус, нового-нового раса, всегда новый. И благодаря этому так же происходит и обновление опыта, обновление понимания живых существ. Поэтому вот это вот совершенство, к которому мы стремимся, оно не является статичным. Вот мы достигли и все, на этом конец, да? Оно динамично, то есть живое существо дальше продолжает развиваться. Нам сейчас трудно понять, что это и как это, да? Вот, поскольку мы должны решать задачи своего уровня. Как говорится, достигнем чего-то другого, тогда что-то другое откроется. Сейчас нам бесполезно говорить о вещах, с которыми мы будем иметь дело, допустим, в духовном мире. Вот, поэтому это, так сказать, общая концепция, да? Общая концепция. Но совершенство, оно всегда динамично. И благодаря этому динамизму, то, что у Кришны адвайта мачюта анадиманан тарупа, бесконечное количество форм, да? Которые вот до конца непостижимы. Это обозначает, что, общаясь с ними, мы получаем все время какой-то новый, новый опыт, понимаете? То есть, это вот все время динамика, какое-то обновление понимания, обновление эмоционального опыта происходит. для того, чтобы менялась ситуация, нужно, чтобы менялась сознание. Сознание, оно меняется через настроение преданности. Вот, мы много в обществе нашем слышим, что нужно служить, служить, служить. Но на практике вот эта ситуация не всегда меняется. Возникает ощущение, что вот это понимание служения преданные воспринимают как более внешнюю такую вещь, как кто-то сделал, и вот я послужил. А внутренней части не уделяется внимания. То есть, в каком сознании это сделать? Так это или нет? Или каковы причины того, что, когда много что-то делается, внешнее сознание не меняется? А люди в этом мире находятся под влиянием трёх гун. И служение как глубокий такой подлежащий принцип, именно вот как вот желание Анукулена, Кришна Анушила, нам достать удовольствие Кришне, это не сразу, и не каждый может понять. Поэтому для многих людей служение сначала имеет внешние черты. Вот праву, там, возьмите вот это, отнесите туда, сделайте там, какие-то вещи. То есть, человек может внешне делать, а у него какая-то есть, допустим, кипучая энергия страсти, ему говорят, вот иди там что-нибудь такое, идите там книги распространяйте, попойте нахренами. То есть, ну, люди, допустим, если молодые, энергичные, что-то ещё, эту энергию куда-то нужно задействовать. Они могут до конца не понимать всех тонкостей того, что такое процесс преданного служения. Они могут совершать эти вещи внешне. Это тоже хорошо, потому что так или иначе это как-то связано. Вот, но сама концепция преданного служения, она исключительно внутренняя. То есть, вот эта идея, допустим, кто-то может петь очень красивый, там, яркий какой-то баджин, с какой-то, может быть, очень такой, хитовой, такой, шлягерской мелодией, очень такой вот цепкой, да, и все её поют, тут сейчас модная такая, да. Вот, а кто-то может потихоньку там, допустим, при себе повторять Харе Кришна мантру, но он это делает для Кришны. И, может быть, это будет большим служением, чем, допустим, там, какой-то мега-хит, там, вот, в исполнении, там, кого-то, какого-нибудь, там, киртани. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что, поскольку люди по-разному обусловлены, то для них на разных этапах их жизни служением будет немножко разная вещь. То есть, допустим, оценить чистое, преданное служение, это не каждый и не сразу может, понимаете. Вот, поэтому на начальном этапе годится то, что просто задействует какую-то природу у человека. Пускай это будет поверхностно. Ты что-то можешь там, ну, давай там, отвези, привези, там, или еще что-нибудь такое, да? То есть, используется природа человека. И, поскольку это связано с Кришной, мы называем это преданным служением. Хотя, может быть, он там как-то в глубине и не думал, что вот сейчас прямо это все делают для Кришны. Он просто делает, как обычно, да? Но, поскольку это связано было с Кришной, это дало свой очистительный эффект. Вот, поэтому сама идея преданного служения, ее понимание, оно тоже претерпевает в нашем сознании изменения до тех пор, пока мы не поймем, что это по сути. То есть, что такое преданное служение по форме, понять несложно. Вот, вот, вот Кришна, вот для него все, вот видите, вот там банану, фрукты, пожалуйста, предложи, да? Все, это несложно сделать, да? Вот там мантры выучил, или своими словами, неважно как. Но, что такое преданное служение по сути, это сложнее, понимаете? И если мы не наблюдаем изменения в отношении к сфере, это обозначает, что люди часто совершают служение по форме, не всегда понимая, не всегда, может быть, так сказать, по настроению, находясь в этом состоянии преданности, понимаете? Вот, поэтому это вещи, о которых, может быть, достаточно сложно говорить, это то, что передается, может быть, через какой-то, не знаю, такие невербальные вот такое духообщение, когда мы просто чувствуем, что такое бхакти, понимаете? Потому что ее таких вот в словах можно облечь, арупа госами дал определение, что это такое, все это определяется, так-то, так-то, да? Чтобы, значит, с желанием удовлетворить Кришну, с благоприятным настроем, не покрытое тенденциями кармы, гьяной и так далее, да? Вот это мы называем уттама бхакти. Но сам этот опыт пережить через слова не всегда легко, то есть это можно почувствовать, что учеников правопада к нему влекло. Вот именно этот вот дух, это настроение, которое, может быть, было сложновато передать словами, но они чувствовали, общаясь с Шрилой Прабхупадой, что вот перед нами чистая душа, которая для себя ничего не хочет, который пошел на большие, в общем-то, аскезы и так далее, хотя ученики там старались создать максимально комфортные условия, все равно, так сказать, он этим всем не наслаждался, он все это использовал в служении Кришны. Вот, то есть вот этот вот живой пример, вот эта вот атмосфера, которую душа может почувствовать, находясь в присутствии такой великой души, вот этот вот дух Бхакти, его иначе, так как очень трудно его ловить, то есть книги, они дают как вот некие указания, да, они пробуждают, вдохновляют все эти вещи, но живое общение, его ничем не заменишь, понимаете? Это вот такие, потому что вот именно этот вот опыт, его можно пережить, только находясь вот, ну, рядом с такими людьми и служаим, тогда вот как-то вот это вот Бхакти из их сердца, оно начинает вот наше сердце активировать, да, оживлять и так далее, вот, поэтому часто, да, мы видим, что идея преданного служения, она воспринимается достаточно внешне, но, с другой стороны, это и неизбежно, потому что такой процесс познания, люди сначала что-то принимают внешне, только потом у них на эту же суть проникать, то есть крайне мало, кто с самого начала раз и вдруг все понял, таких людей может быть единицы, понимаете? Вот, поэтому, это закономерно, в какой-то степени. Настроение лайн-кунхи в этом обществе возможно только тогда, когда критическая масса людей именно такая, которая принимает глубину. Естественно, да, да, когда, не просто, когда все выучили слова, там, примите мои поклоны, ваш слуга, ля-ля-ля, там, это все хорошо, внешний этикет, но, когда ты чувствуешь, что, вот, действительно, ты не просто с каким-то там автоматом общаешься, вышкаленным, который, вот, говорит правильные слова, там, и все, внешне там следует, может быть, идеально, там, какому-то ритуалу, этикету, вот, но при этом, ты не чувствуешь, что это вот настроение, да, какой-то вот, жертвы, доброжелательности, все, все как бы такое, вот, правильное, но немножко автоматическое, вот, и когда ты встречаешь, действительно, вот, такого, живого представителя бхакти, где ты видишь, что, вот, эта вот форма правильная, она наполнена, именно, самим этим духом, вот, это тот самый, редчайший, наиболее ценный опыт, который и становится вот этим вот ключевым моментом в нашем собственном изменении. Ну, примерно фестиваль, да? Ну, фестиваль, он хорош, он, он без сомнения, хорош, потому что, именно благодаря тому, что там много преданных, то возрастает шанс, возрастает шанс, статистически возрастает шанс, что среди большего количества людей, больше шансов среди таких людей. А, ну, я думаю, так. Нет, атмосфера, без сомнения, то есть, коллективная ягья, коллективный процесс, вот, самкиртан, служение, он, без сомнения, заряжает атмосферу соответствующую, но, это само по себе, еще, автоматически, не делает нас чистыми предами, хотя это делает, дает какой-то такой, ну, шаг в этом направлении, это стимулирующий фактор, правопада и хотел, чтобы эти вещи проводились, обязательно. Можно еще? Да, пожалуйста. Вы сказали, что в северных районах, по Кармикам, да, тяжелее жить, а, часто, получается, что, ну, в северных, ну, там, где скандинавские страны, команды, богаче живут, чем даже в южных, там, там, астичные, в южных, патриази, почему, хотя вроде проще. Я думаю, что, когда мы сравниваем качество жизни, тут нужна всю совокупность факторов, допустим, мы слышали, что там, ну, Швеция, Норвегия, то есть, вот, с точки зрения уровня жизни, это достаточно такие страны, ну, где-то там, в первые десятки, да, может быть, даже в первые пятерки, вот, но, ну, то есть, там, это же из чего складывается, в основном экономический показатель, чисто, в основном, чисто экономика, вот, а, если вы возьмёте другие показатели, то есть, вот, не только экономические, ну, потому что современный человек, он такой, он всё с позиции арт-арт-хи и камы меряет, да, вот, а если другие вот показатели взять, также уровень, не знаю, жизнерадостности, там, открытости, общения, и так далее, таких, ну, и даже таких, статистически, их трудно, понимаете, потому что в цифрах это всё тяжело уплатить, скажем так, да, вот, если там экономика, она, ну, удобна тем, что там всё можно быстро посчитать, цифры, а другие, скажем таки, более метафизические показатели жизни, их сложнее учесть, вот, и, допустим, если взять ту же самую, Швецию, Норвегию, с достаточно высоким уровнем жизни, и посмотреть, насколько часто эти люди, там, допустим, улыбаются, или радуются, то вы видите, что нет, нет, то есть, где-то там с экономической точки зрения, может быть, да, вот, но при этом, они, так сказать, весьма, там, где-то, алкоголь, так сказать, злоупотребляют, все эти вещами, тоже там как-то по-своему оправдывают, что там, типа, горячительные напитки в северных странах, что-то там, видимо, у них своя философия на этой теме есть, вот, поэтому, опять же, южные страны, да, я согласен, можете брать какую-нибудь там демократическую республику Конго, да, там очень тепло, там, не нужно, это самое, какие-то там теплоэлектростанции, да, у них и без того тепло, жарко, да, вот, и увидеть там жуткую грязь, нищету и так далее, и сказать, где же, вот, вся ваша философия развалилась, да, вот, пожалуйста, жуй кокосы, ешь бананы, да, вот, а, сказать, вроде как какого-то преуспевания нет, Крыма, допустим, тот же экватор, там тяжело, я лично для себя давно понял, что мне проще, так сказать, пережить русскую зиму, чем тоже индийское лето, вот, потому что я пробовал и то, и то, и знаю, как это выглядит, вот, то есть, с моей конституцией проще русская зима идет, чем индийское лето, вот, но, сейчас речь не об этом, а есть о том, что есть места, где, в общем-то, скажем, каким-то мистическим образом, удивительно гармонично, как я вам привел пример с тем же Лондоном, это не южное совсем место, понимаете, они по широте с Москвой примерно одинаковые, там 50 с копейками градусов, да, вот, но можно сказать, что там этот гольфстрим, теплое течение, и поэтому у них там тепло, да, и они там все, ну, так, как бы это самое, вот, а у нас тут холодно, вот, то есть, примерно одинаковые с точки зрения, вот, широты, да, и таких вот условий жизни, но вот, по каким-то причинам, в одном месте какая-то более благостная жизнь, в другом месте какая-то значительно менее благостная, поэтому здесь дело, наверное, не в севере и в юге, а в комбинации факторов, комбинации факторов, потому что в некоторых местах, действительно, я, может быть, предпочел ту же самую Норвегию, чем эту республику Конго, бог его знает, вот, как-то мне, может быть, не сильно, я помню, когда я работал, ну, там, моряком, 80-е годы, и у нас, какое-то время, первое время было тот же Сингапур, пор там приписки, я там был раз 40, наверное, вот, для меня это место не было комфортным, потому что я чувствовал себя там, как в бане, то есть, там, на полу бы выходишь, и все, там, эта температура, постоянная практически, там, за 30-40, вот эта вот высокая влажность, и все, там, как, находишься, как в бане, из которой не можешь выйти, просто вообще никуда, вот, только там, забежать куда-нибудь, там, какой-то кондиционер, прохладный, о, хорошо, да, то есть, для меня это тоже, я тоже не хотел бы, потому что, на другое тело, да, они там родились, им там хорошо, я в другом месте родился, на другое хорошо, вот, поэтому, здесь, смысл в том, что, среда, тела, они все друг под друга, подстроены, понимаете, да, вот, и, вот это вот ощущение, какого-то, может быть, ну, комфорта, который испытывает человек, оно, достаточно субъективно, само по себе, то есть, невозможно, поэтому и существуют, собственно говоря, разные стихии обитания, разные климаты, разные ландшафты, и все прочее, вот, то есть, идея состоит в том, что, скажем, вот это вот благоденствие, оно складывается из совокупности факторов, совокупность факторов, которые можно назвать, ну, гуна кармой, вот это вот какое-то кармическое такое, вот, а под этой гуной кармой лежит, что-таки, этот основной ингредиент, сознание, потому что карма создается определенным выбором, определенными какими-то действиями, в том числе, что-то создается, что-то создается, или там что-то создается, что-то разрушается, вот есть какой-то этот процесс, или нет? Духовный мир, его называют шуда-сатва, или васудая-васатва, то есть, духовная благость, и мы знаем, что благость, как вот энергетика, она отвечает принципу стабильности, поддержания, гуна страсти помогает творить, гуна невежества помогает разрушать, и поскольку в духовном мире ни страсти, ни невежества нет, поэтому там ничего не творится, ничего не разрушается, но проблема состоит в том, что наш ум, который привык к этим трем процессам, творения, поддержания, уничтожения, ему это очень трудно, понять все эти вещи, что такое, вот слова Брахма Самхиты, что там нет прошлого и будущего, вечное и настоящее, немножко диковинная реальность, она не является частью нашего опыта, вот как это все, поэтому здесь, если мы воспринимаем чувствами и умом с их ограниченным материальным опытом, этот опыт духовного мира, он не совсем понятен, поэтому здесь сложно эти вещи объяснять, но иногда какие-то моменты бывают, как вот Господь читания говорит, шикша аж таки, юга и там не мешина, чакшу шапра решая, шунья и там жига царуам, го винда и рахенам, он говорит, что, Кришна, одно мгновение разлуки с тобой кажется мне вечностью, то есть, это вот сама по себе интенсивность чувств, которые переживают жители духовного мира, она уже и заставляет по-другому воспринимать время, юга и там не мешина, что одна не меша, какая-то маленькая доля секунды, она кажется, как юга, юга этого эпоха, и так одна не меша вдруг стала юга эпохой, почему? Потому что говинда вирахена, говинда вирааха, это чувство разлуки, скришна, вот поэтому другой вот этот вот эмоциональный заряд, который присутствует в духовном мире, другое вот это вот эмоциональное состояние сознания, оно по-другому, дает другое восприятие пространства и времени, понимаете? Здесь у нас нет таких интенсивных чувств, поэтому люди говорят, так, ну что, это тоска, куда пойдем, смотрим на часы туда или сюда, пойдем в кино, еще куда-нибудь там в бар, там погуляем, вот, то есть здесь пространство и время нужно заполнять вот какими-то искусственными заполнителями, и вот чем я их сумел заполнить, вот это и составляет качество моей жизни. В духовном мире эмоциональность другого уровня, она очень такая интенсивная, эмоциональность, потому что туда приходят живые существа уже с чувством, интенсивным чувством. Эта интенсивность чувства, она меняет восприятие пространства и времени, понимаете? Вот поэтому там, если здесь, допустим, люди, дом, вот дома нет, построили дом, хорошо, теперь будем жить, о, что-то дом покосился, надо его сломать, но его построить, то есть там этого нету, понимаете? Потому что там другие явления составляют смысл жизни. Дома там, говорится, что они созданы из камня Чинтамани, Чинтамани Пракара, Садмасу, Садмасу, Садма это как обитель, Обитель вместо Садма, вот они находятся из этих вот камней Чинтамани. Вот, то есть у нас тут, что я не знаю, кирпичи, панели, пластик, строительные материалы, вот, а там Чинтамани, понимаете? Вот, то есть совсем, совсем, вот эта вот вся среда, она такая же чистая, как и само сознание, с которым, поэтому там нет необходимости в этих двух процессах, с которыми мы здесь регулярно сталкиваемся, в творении и уничтожении. Это вот вечное настоящее, что оно такое, вот нам, конечно, нашему ограниченному сложно понять, но вот, хотя бы какие-то отблески вечности, как Кришна говорит, это вот текст Магавадгита, 13-13, а сейчас я объясню тебе, познаваемое, поняв которое, ты ощутишь вкус вечности. Брахма, дух, не имеющий начала, лежащий за пределами, причины, следствия, что-то забыл уже как-то, короче говоря, такой немножко мудренный стих, но идея в том, что он говорит, а сейчас ты ощутишь вкус вечности, амрита машнутая, то есть ты попробуешь, нектар, нектар бессмертия, вот, соприкоснувшись с тем, что находится за пределами причины, следствия, причины, следствия, это закон кармы называется, материальный мир, вот, да, а он говорит, а теперь я иду все познаваемое, значит, дух, Господи, отключился все уже, давно не читал, 13, любимый стих был когда-то, 13 стих, 13 глава, сейчас позабыл, вот, ну, короче говоря, то есть смысл в том, что Кришна говорит, а теперь я, я тебе объясню те вещи, познав которые, ты ощутишь вкус вечности, и вот этот вот вкус вечности, он и дает другое восприятие реальности, понимаете, когда вот уже время, пространство, творение, уничтожение, эти процессы, они уже, то есть это вот, есть внешнее время, наше внешнее время, внешнее время, оно из трех состояний, прошлое, настоящее, будущее, творение, поддержание, уместожение, вот я проснулся, вот я день прожил, вот я уснул, вот три состояния времени, да, вот, а вечное настоящее, оно настолько вот интенсивное, что человек окажется во внутреннем времени, внутреннее время сад, вечность, понимаете, вот, и вот это, в этом внутреннем времени, там только вечность существует, я нахожусь сейчас в теле я вижу вот там один день прошел второй день прошел то ну вот тут вот он был вот он вот вот сегодня какой-то он 27 до апреля завтра будет 28 а 29 28 станет уже прошлом сейчас 29 это пока что будущее 28 до завтра будет нарисим хачатурдаши а послезавтра нарисим хачатурдаши кажется прошлом вот здесь вот вот так мы живем а вот это вот состояние вечности она обозначает что нету этого то есть там там такая интенсивность там живы живые существа они живут каждый день как первый понимаете каждый день как первый просто когда и раз каком-то месте очень все так вот интенсивно с учет новизны завтра уже чуть привык завтра уже перестал замечать потом вообще забыл уже притупилась к восприятиям, а в духовном мире она не притупляется, то есть они живут, можно сказать, как одним днём, который длится вечность, вот это вот благодаря этому у них нету ощущения, что что-то там приелось, надоело, а это всё это уже было, Кришна там, сколько можно в эту ли выиграть, потому что он является источником их сознания, и поскольку он был этим свойством вечно новой, то он дает им постоянно вечно новый опыт восприятия, это нам очень трудно понять, ну вот это где-то как-то так, ну, наверное, да, наверное, вот это такой какой-то вечный, первая любовь, как вечное состояние, можно уточнение, а вот там же преданные, они вот пищу готовят, она же вот как-то появляется, предлагают усилия, она же создаётся, и сандаловую пасту там создают, вот она же всё равно создаётся? Это трансформации шакти, они не создаются, ну, как сказать, энергия существования сандини-шакти, она может, так сказать, менять свои формы для того, чтобы служить Кришне, да, там всё это, чтобы там они не делали, какие-то, какие-то пищи, которую ест Кришна, это же его же энергия пушти-шакти, это его энергия питания, поддержания, вот, но когда её преданные обогащают своей, прямой, своим чувством, да, вот, то есть почему мы знаем, почему Кришна известен как этот воришка масла? Странно, но вообще специально, да, странно, найдите в этом мире какую-нибудь воришку масла, да, воруют что угодно, только не масло, наверное, особенно, вот, а почему Кришна настолько падок до всех этих вещей, он это масло ворует там из этих всех каких-то подвалов, да, или каких-то там, где они там гопи эти хранят и всё, потому что когда гопи его готовят, они же готовят это всё с чувством, правильно, то есть они это делают для Кришны, то есть фактически получается, что они внутренне ожидают, что он это попробует, они хотят этого внутренне, и поэтому, когда он залезает к ним в чулан, там, эти все горшки с маслом, фактически он исполняет их жевание, они говорят, а этот Кришна там начинает за ним гоняться, да, вот, ну это, так скажем, такой антураж лилы, да, вот, а по сути дела он, не то, что ему там не хватает жиров, там, белков или углеводов, да, вот, а в этом масле там находится вот это вот их сердце, вот это вот их бахти, да, и поэтому, когда он есть это масло, это не просто какое-то, я думаю, что себе масло сколько всего, ты же вообще там, какая печень, печень выдержит столько, да, вот, но это же не какой-то материальный продукт, это именно вот эта вот концентрированная любовь, понимаете, вот она, почему интересно, одно из названий любви на санскрите, это снеха, мягкая, и в аюрведе есть такой, ну, индивидуал, а часть процедуры называется снехана, снехана, это смягчение тела через то, что человек, скажем так, пьет масло, ги, там, по возрастающей норме какой-то, его внешне мажут там этими маслами, массаж масляный делается, и внутренне он в себя это масло заливает, и вследствие вот этого обилия такого масла и в ней, и изнутри называется снехана, то есть смягчение тела, вот, и фактически любовь это всегда смягчение, понимаете, и вот это вот, ну, масло такой, очень такой нежный мягкий продукт, который смягчает, все смягчает, вот, поэтому то, что вот это Кришна ест это масло там и так далее, фактически это масло не что иное, как их любовь, понимаете, то, что смягчает, размягчает их мягкое сердце и так далее, поэтому это все как бы вещи одного ряда понимаете вот поэтому не нужно думать что кришна там что там какие-то у него гастрономические самые пристрастили что-то еще то есть это масло это просто внешние как сказать внешний носитель да просто внешний носитель через который они выражают свою любовь потому что просто ведь ой кришна как мы тебя любим как мы тебя любим через что то должно быть да поэтому они совершают свой долг то есть вот эти коровы из любви кришне дают молоко эти гопи из любви кришне это молоко превращают там все эти там продукты и так далее потом предлагает их то есть это просто форма выразить любовь любовь без какой-то формы она непонятная не конкретно это когда вот через этот подношение через служение через вот тогда они пропускают как как какую-то субстанцию через свое сознание обогащают этим чувством тогда кришна вот как раз он питается этой любовью эта форма любви вы сказали пример привели в америке где вы гуляли по парку и там очень строгие правила и результат соответствующие люди которые там гуляют определенное сознание вопрос правильно ли понимать что для того правильно ли я понял что для того чтобы был хороший результат должно быть всегда какие-то строгость строгие правила и лишний либерализм даже вообще не там подходит организации ядры он скорее негативные моменты нет и как это объединить с индивидуальным подходом чтобы не стать догматом который ориентируется только на правила правила нужны там где люди спонтанно не могут правильно следовать ну как кришна готов просто обрати ко мне свою ум и разум и так ты будешь прибывал ко мне вечно да тут так уровень бава бхакти бхагалагита 12-8 не можешь следу регулирующему принципам бхакти и так ты раздаешь свое желание достичь меня то есть там где не получается нет такого правильного спонтанного посыла да тогда нужны правила правила включаются вот если мы говорим о организационном моменте здесь всегда сложно потому что есть некие правила организации и есть ну какие-то индивидуальные особенности личностей вот и обычно организации достаточно сложно заниматься с каждой какой-то особой личностью поэтому проще поставить правила сказать мы уважаем конечно ваши особенности вот но вот у нас есть такие правила поэтому будьте любезны значит вот ради всеобщего так сказать порядка и благоденствия все свои какие-то вот индивидуальные особенности вы уж как-нибудь там как попытайтесь в эти правила строить да чтобы не было никаких таких беспокойств и есть люди по своей праве достаточно дисциплинированные которые без каких-то особенных проблем принимают это есть люди у которых настолько вот особенная природа что тут они как-то в правило с большим трудом вписывается и вот с ними как правило обычно существуют проблемы вот что касается либерализма и порядка здесь нужно понять одну простую вещь что здесь нет какой-то вот одной политики что мы там либералы или у нас наоборот очень строгие правила не то не то не является правильной концепцией правильная концепция это скажем так живой подход когда при необходимости мы где нужно зажимаем какие-то правила при необходимости где нужно какие-то можем давать послабление то есть если разум шил-парупада именно так действовал где нужно он там где-то закрывал глаза на какие-то моменты не обращал внимание где нужно он наоборот очень жесткий стал какие-то вот порядке вот поэтому здесь невозможно все ситуации описать вот только какой-то одной политикой мы проводим политику либерализма либо мы проводим политику каких-то строгих правил понимаете вот должен быть разум зрелый живой разум который знает когда проявить либерализм когда проявить вот как какую-то жесткость понимаете вот то есть потому что без этого живого подхода можно наломать дров из одной из другой тенденции понимаете и и имеется опыт и такой такой негативный опыт понимаете вот поэтому нужно понять что либерализм или там консерватизм правила это просто инструменты они не являются какими-то вот ну на нашими кабинет нашим богом или каким-то давлеющим принципом понимаете они не являются давлеющим принципом вот они являются инструментами служения нужен порядок сейчас какая-то ситуация разболтались люди окей рассказать немножко больше дисциплины добавить да вот если мы чувствуем что где-то как-то все искусственно перетянуто и все какие-то но мы можем дать там какое-то ослабление понимаете то есть это инструмента инструмент это не бог это это средство то есть не нужна то есть у нас нету такой цели построить какое-то там жесткое супер дисциплинированная и там общество да что все там строим ходили не такой такой groot quietly нас не задача чтобы все было такое расхлябанное к ту листу по дрова понимаете то есть должен быть должен быть какая-то определенная гармония для этого требуется зрелый разум мудрость определенная и человек может дозировать как есть время прежде пример в машине газ и тормоз понимаете это они по своим функциям прям противоположны гамс и тормоз да вот но если человек разумный водитель он знает где газовать где тормозить понимаете благодаря этому он как-то там выруливает на дороге то есть все все к разуму водителя апеллируется да мы сказать вот это что газ это важнее чем то ли тормоз важнее чем газ понимаете глупо вот это две педали для разных функций вот поэтому какой-то там либерализм и какая-то наоборот такая повышенная такая жесткая дисциплина это просто инструменты которыми нужно умело пользоваться зависимости от ситуации больше кто это этим это должен устанавливать потому что если основная масса как вы описали в дом где живут за эти да вот очевидно если бы там появилась личность какая-нибудь которая установила определенные правила то эти языки стал уже даже стали в порт начали бы парень соответственно не согласились лидеры это люди которые оценивают ситуацию и согласно ситуации они скажем так применяют вот эти вот принципы или или правила дисциплины или наоборот правила там и принцип либерализма или принцип дисциплины в зависимости от обстоятельств допустим если посмотреть опять же на того же шиву правопаду то начальном этапе он со своих последователей молодых ничего не требовал просто им давал то есть он он видел что они просто заинтересовались и он старался скажем насколько это возможно своей преданностью пробудить в них при этом и когда уже он увидел среди них наиболее таки вот искренние души которые уже как тот сфер и интереса перешли уже в какую-то более глубокую сферу что если они уже увидела там не просто какой то очередной восточную экзотику а увидели уже какой-то смысл что-то более глубинное до за цепила их на какие-то более глубинные уже такие струнки когда он увидел это вот он уже стал с с ними, кого-то уже обучать более целенаправленно, он уже стал говорить о обязательствах, посвящения, какие-то правила, регулирующие принципы, то есть вот если бы он действовал иначе, я приводил пример, как допустим в 30-40-е годы несколько духовных братьев Шилы Прабхупады по приказу Бахсана Сарасова, они ездили в Англию, Германию, пытались там что-то такое делать, но им не хватило определенной гибкости, можно сказать либерализма не хватило, то есть когда какой-то там известный маркиз в Англии спросил одного из этих учеников Бахсана Сарасова, а как мне стать брахманом, тот ему сказал, называл ему четыре принципа, он говорит, вот четыре принципа следуйте, иначе будете брахманом, он говорит, ой, это невозможно, он говорит, ну нет, нет таки нет, но нет и суда нет, Шилы Прабхупада имел дело абсолютно с такими же людьми, даже еще ниже, какие там маркизы пришли, ребята эти с улицы, непонятные, только там опохмелившие есть, никакие не маркизы, и тем не менее, Прабхупада на определенном этапе проявил какую-то терпимость к их слабостям, можно сказать, какой-то либерализм, но когда они немножко какой-то высший вкус уже получили, теперь он сказал, ну вот теперь давайте уже построже и так далее. вот, поэтому мудрость правильная тактика, понимание, да, с другой стороны есть системы, где сразу жестко все, ну допустим, там, не знаю, призвали новобранца в армию, да, с ним там не рассусоливают особенно, сразу там хоп-хоп, там униформы там забрили, вот такие правила, давай там муштра начинается, да, вот, ну призывают людей, которые уже способны там изменяться, там как-то дисциплине какой-то следует. Духовная организация здесь, с одной стороны, для чего мы приходим в духовную организацию? Не просто ради какой-то дисциплины, правильно? Мы же приходим ради вот этого высшего вкуса, ради того, чтобы обрести высшую свободу, правильно? Мы же хотим обрести высшую свободу, духовный мир – это мир свободы высшей, вот, и вдруг мы узнаем, что на пути к этому высшему миру свободы и любви какие-то правила, что это такое за правила непонятные, да? То есть мы читаем жители Вриндавана, насколько они спонтанно, легко и свободно служат Кришны, вроде никто там их не гоняет, да, никакие там по времени туда-сюда, а так там, ну почему опоздали? Ну я смотрю, допустим, в том же Майапуре вот эти вот ребята, которые, ну брахмачари бенгальские местные, у них там журнал есть, они каждое утро на арте приходят, он там подписывается, да, и там старший, он смотрит, там пропустил, почему пропустил? То есть как бы вот такие все, да? Да, 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 вот, да, почему так? Потому что это и есть принцип вот этой сады, что сначала должен под каким-то определенным давлением какие-то вещи делать, потом, когда человек уже, скажем, в какой-то степени очистился, уже как-то природа трансформировалась, для него это стало привычкой, уже никто его не гоняет, допустим, там. Вот. То есть здесь нужно понимать, что смысл духовной жизни в том, чтобы живые существа были свободны, но при этом, чтобы они своей свободой правильно пользовались. Для этого не должна быть мудрость, глубина и так далее. До той поры, пока люди не научились вот так вот пользоваться правильной своей свободой, до той поры существует правило. Видите? Вайди, бахти. То есть игра по правилам. Вот. Как Чила Парупада говорил, что, допустим, начинающий музыкант играет по нотам, он пока еще не может спонтанно играть. Когда он уже всем этим владел, он уже не глядя вообще там импровизирует все, потому что у него уже вот эта вот культура есть, он уже прошел школу вот эту вот классику, что называется. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что, опять же, я говорю, дисциплина в организации, она без сомнения должна быть. То есть если вот не получается что-то спонтанно, не получается спонтанно, тогда вводятся правила. Понимаете? Они могут кому-то не нравиться, но другого варианта не существует. Либо люди все делают спонтанно правильно, тогда в правилах нет нужды. Понимаете? Вот. А когда вот этого нет элементов, тогда требуется правило. Вот. Но вот дозировка вот этих вот вещей, она очень тонкая. Понимаете? Если, и вы как раз, мудрость руководителей в том и состоит, что они умеют вот пользоваться как вот газом и тормозом, понимаете, всеми этими вещами. Машина не так бум-бум, рывком там до тона встала, там туп-туп куда-то рванула. Мягко движется, так сказать, потому что опытный водитель, он понимает, как эти все вещи варьировать. Вот. То же самое здесь. То есть это не вопрос, какую политику мы примем, либеральную там или консервативную, а вопрос того, насколько мудрые люди, чтобы этими вещами правильно пользоваться. Потому что это просто инструмент. Да. Есть идея среди преданных, что вообще правило – это все старичное и вообще не нужно. Самое главное – это отношение к Кришне. Мы вот трансцензиталисты пытаемся служить Кришне, вот обратить все сознание на Кришну. А правило – это все как бы там фото. При этом мы такие вот пытаемся, трансцензиталисты, при этом мы там постоянно опаздываем, во сколько бы мы лекцию не назначили. Всегда на полчаса, всегда люди собираются. Мы встаем среди лекций, пошли попили, поели прямо. То есть вот эта культурная составляющая, она вообще отсутствует или проваливается. Вопрос – можно ли стать трансцензиталистом, не имея базы каких-то культурных пониманий, поведений? Люди обычно привыкли действовать по побуждению своих чувств и ума. Дисциплина обозначает, что мои чувства и ум чего-то хотят, но я себя держу. Допустим, мы говорим, сейчас идёт класс, занятие. Это обозначает, что если он не слишком долгий, допустим, классика, одна мухурта – 48 минут, предположим, то время, когда сознание более-менее удерживается на теме, потом уже сложнее. Это обозначает, что любой человек, кроме каких-то, не знаю, патологических больных, в принципе, он в течение этих вот 48 минут одной мухурты побуждение своего тела как-то может терпеть. И если, скажем так, корпоративная культура такова, что, пожалуйста, все свои нужды справьте до, а теперь мы в течение часа или 45 минут будем полностью сконцентрированы, и это вводится как культура, об этом постоянно проговаривается, то есть шанс, что люди привыкнут к этому. Если, скажем, у нас культура такого, ну, так сказать, какого-нибудь цыганского табора, не поймешь что, да, где вот как-то все, кто что хочет, тот то и делает. Хотя у них там тоже цыганский барон, там тоже, наверное, держит какое-то… есть там уважение к старшим, там железное есть. Вот, поэтому, может быть, это неудачный пример с этим цыганским табором. Но я имел в виду что-то такое более неуправляемое, спонтанное. То есть это просто говорит о том, что люди, может быть, они воспринимают эти все мероприятия не как шанс духовного развития, а просто как что-то такое несерьезное, как вот посиделки какие-то, да. То есть если человек встал посреди лекции и куда-то пошел, ну, исключает, конечно, конкретную, может быть, нужду там, не знаю, особенность, исключает эти моменты, то это обозначает либо лектор неквалифицирован, что он не может удерживать сознание, либо слушатель неквалифицирован, понимаете. Либо, может быть, и то, и другое, кто знает. Вот, но в любом случае я не знаю такого, чтобы, допустим, в классе, в школе, да, ученик посреди урока вдруг встал вообще, не спросив учителя, куда-то пошел. Я такого неизвестно вообще. Вот, то есть должно быть какое-то элементарное, ну, уважение к окружающим, к лектору. Если у человека прямо там какие-то серьезные проблемы, ну, ладно, пусть он там возле выхода где-нибудь сидит, для того, чтобы незаметно не беспокоить других, там он мог прийти и уйти. Вот, поэтому совершенно очевидно, что определенная корпоративная культура должна быть. должна быть. То есть какой-то контроль чувств хотя бы на один час. Шама-дама. Что-то такое. Должна быть способность контролировать свои чувства хоть в какой-то среде. Вот, поэтому, если этого совсем нет, тогда в этой среде вряд ли что-то может вообще зародиться и проявиться серьезное. А? Разговор о любви к Кришне в какой-то среде, он идет вообще? Он возможен? Любовь разного уровня. Мы знаем, что вот 9 этапов любви к Кришне от Ширадхи до Премы. Ширадха – это тоже форма любви, но зачаточная. Биджа – семя, понимаете? Вот, поэтому мы говорим о любви, но просто некоторые думают, что любовь – это ах, ах, уже вот все там, да? Баба, према. Это высшие формы любви. А на начальном этапе наша любовь к Кришне проявляется в том, насколько мы следуем правилам хотя бы той же саданной бахности. Тогда вопрос в дополнение вот к этому вот промо-фоту я первый раз услышал, но я всегда чувствовал, что вот это примерно это время, когда концентрация внимания более-менее там 45-50 минут сохраняется. А вот если, например, в среде преданных и в среде непреданных тренингов часто вот, что там 3-4 часа бывает очень много, долгое время без перерывов вообще? Без перерывов – это нарушение, это нарушение правил, но это не работает. Люди утомляются, они уже начинают зевать, там уже концентрации нет. Поэтому правило таково, что обычно, если, скажем, лекция долгая, но хотя бы она должна быть сама, не больше того же там 48-50 минут, потом уже вопрос, уже вопрос немножко другой режим, понимаете? То есть хотя бы, если лекция продолжается, уже режим сменился, чуть-чуть другое восприятие, понимаете? Если вот эти вот моменты все нарушаются, как правило, плохо все заканчивается. Потому что это нарушение уже, скажем, таких объективных вещей. Почему не будет, например, перерыв делать, ну это же разумно, если, например, материала много, то хорошо через каждые 50 минут, например, через час перерыв на 10 минут просто проветрить, пройти, чтобы как-то немножко… Почему? Я не знаю почему, да, но это неправильная ошибка. Я помню, для меня первым опытом было интересным, когда я в 82-м году оказался на заводе Мацуда в Японии, где у нас их по-русски почему-то Маздами называют, машины Мацуда. И там у них они работают каждые 50 минут, 10 минут перерыв, 50 минут, 10 минут перерыв. У них школа, это самое, комнаты для релаксации, все там они, что-то они выпивают там чего-нибудь, какого-нибудь там напитку такого легкого, какого-нибудь там софт-дринк, вот там у них такие, ну вместо там какая-то музыка, релаксирующая, какие-то там звуки природы, водопады, птички, вот все. Каждые 50 минут вот и все. Потому что иначе вот это напряжение, оно накапливается, накапливается, накапливается. Это культура труда, просто культура труда. Ну это если люди настроены на обучение, а если первые полчаса только там пока почесался, походил там подумал, и первые полчаса только в этот поток погружаются? Смотрите, я не очень люблю английский язык, но вот в нём есть некоторые тоже хорошие вещи, то есть вот допустим, мы знаем, что ученик по-английски звучит как disciple. Disciple от слова дисциплина. Все пропады в том, что ученик происходит от слова дисциплина. Вот если у человека нет никакой дисциплины, это означает одну простую вещь, он ничему не учится, вот всё. Понимаете? Вот поэтому даже определения слов, они что-то несут в себе определённые смыслы. Нету дисциплины, не будет обучения. Не будет обучения, значит будет противоположность обучения, то есть деградация, вот всё. То есть это признак человека? Что? Признак, если человек недисциплинирован, это говорит как раз его осознание, то есть что он не находится в стадии... Благости нет, благости нет. Потому что дисциплина всегда связана с благостью. Благость – это как раз игра по правилам. Если человек способен создать никакой дисциплине, иначе нет благости, иначе он ничему не научится. То есть он будет чему-то учиться, но минимальный, минимальный какой-то эффект будет. Без дисциплины ничего не происходит. Что-то ещё? Десятый час, достаточно времени. Да, наверное, закончим. Шимат-бхагаваттам ки-джайна. Шила-правупада ки-джайна. Ага. 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 Ага.